Рассмотрение политики и функции политики. Начнем с определения. Политика – это деятельность государственных органов, политических партий, общественных движений и организаций и их лидеров в сфере отношений между большими социальными группами, нациями, государствами по поводу установления и функционирования политической власти в интересах реализации их общественных значений, запросов и потребностей. Все общество условно мы можем разделить на большие и малосоциальные группы по национальному, по демографическому, по возрастному принципу и так далее. И у каждой социальной группы мы обнаружим разные запросы, общественно значимые запросы, которые реализовать можно только с помощью власти. То есть с помощью политических лидеров, с помощью политических партий, с помощью государственных структур и политических структур. Рассмотрим, откуда взялось понятие политика, то есть основные подходы в объяснении происхождения политики. Основные подходы мы можем выделить следующие. Это теологический, натуралистический подход, социальный и рационально-критический. Остановимся на каждом из них в отдельности. Теологический подход представляет собой картину политического мира, характерную для рабовладельческих и феодальных обществ, преимущественно с анархической формоправлением. В его центре находится представление о сверхъестественной природе государственной власти. В Средневековье, например, это доктрина божественного права королев. Источниками законодательства в этот период являются священные тексты, писания, предания, решения церковных соборов. Нормы канонического права встают выше норм светского права. Для этого периода характерно наличие двух центров власти в государстве, светского в лице императора, царя, короля и религиозного, например, женский папа, константинопольский патриарх и глава по местной церкви. Следующий подход — это натуралистический подход в объяснении происхождения политики. Он характеризуется и формируется на основе представления о естественном происхождении государства и власти. Он предполагает рассмотрение человека и общества как частей природы, а также объяснение политики с точки зрения влияния факторов природной среды, например, климата, географических условий, биологической природы человека, расовой и этнической предрасположенности психических свойств и инстинктов. Этот подход натуралистический возникает в период нового времени на основе идеи формации и открытия естествознания. Источниками законодательства является естественное право, согласно которому люди от природы равны между собой, а их права на жизнь, на свободу, на собственность являются неотъемлемыми и первичными по отношению к установлениям государства. В рамках натуралистического подхода сложились такие идеи, например, как идея общественного договора, народного суверенитета, разделение власти на три веки – представительную, а именно законодательную, исполнительную и судебную. Социальный подход исходит из представления о том, что определяющие влияние на возникновение государства и на политику оказывают различные общественные условия, например, социальные факторы, такие как экономика, торговля, финансы, завоевание, классовая борьба, религия, культура, идеология. Социальный подход допускает комплексное влияние социальных факторов, либо выделение одного из них в качестве решающего. Источником законодательства признается политически легитимированная воля господствующей социальной группы или народа в целом. Социальный подход возникает в период политических революций XVIII-XIX веков, индустриализации, ускоренной организации, формирования социально-классовой структуры общества и становления современной демократии. И еще один подход, на котором мы остановимся, который объясняет происхождение политики, это рационально-критический. Он основывается на представлении об автономности политического мира. Это рассмотрение природы политики и ее проблем с точки зрения ее внутренних факторов. Складывается этот подход в условиях современной демократии, полагающей не только разделение властей, но и разграничение политики и государственного управления, политики и администрирования. Политика выступает как особая профессиональная деятельность, основанная на рациональных началах, а именно обоснованность целей методов и средств осуществления, конструктивность, системность, эффективность. Источник законодательства, естественно, в данном случае выступает основной закон страны, это Конституция и международные правовые акты. Мы можем сказать о том, что существуют разные критерии направленности политики. Это внутренняя и внешняя политика. Но и та и другая политика подразделяются на экономическую, то есть отношение в сфере экономики, национальная политика, это политика государства, направленная на развитие всех наций и национальностей в данной стране, социальная политика, это политика в сфере духовной жизни и политика в сфере политики. Кто же может участвовать в политике? К субъектам политики относятся граждане, лидеры политических партий, общественных крупных движений, это социальные группы, это государство и объединение государств. Существуют различные уровни государственной политики. В первую очередь мы можем выделить местный уровень. Это решение социально-бытовых вопросов. Чаще всего мы сталкиваемся именно с этим уровнем осуществления государственной политики. Второй более масштабный уровень это региональный, который способствует комплексному развитию всего региона. В Казахстане общая известность существует на сегодняшний день пять регионов, это северный, южный, восток, запад и центр. Соответственно, государство должно обращать внимание на развитие каждого региона в отдельности. Следующий уровень. Следующий уровень осуществления государственной политики это общий национальный уровень, который распространяется на все государство и международный уровень, который способствует становлению государства на международной арене и развитию связей с зарубежными государствами. Существует такое понятие, как долговременность политики и по долговременности мы можем выделить в первую очередь эту стратегическую политику, то есть долгосрочную политику, политику рассчитанную на 10, 15, 20 и более лет. В данном случае мы можем привести пример программы «Казахстан-2050». Существует тактическая политика, то есть текущая политика, рассчитанная на месяц, на квартал, на год. Существует политика по случаю. По случаю политикой занимаемся мы с вами, когда приходим на избирательные участки. То есть в день выборов, накануне, в ходе избирательной кампании мы принимаем в ней участие и таким образом мы занимаемся политикой по случаю. И по совместительству существует политика, когда люди, занимающиеся и осуществляющие свою профессиональную деятельность, в том числе интересуются политикой, принимают участие в различных политических акциях, мероприятиях. То есть это будет политика по совместительству. Функции политики какие мы можем выделить? Ну прежде всего это выражение интереса всех групп населения. В начале лекции мы уже сказали о том, что общество делится на большие и разнообразные социальные группы, и у каждой социальной группы есть свои запросы и потребности. Политика должна выражать интересы всех групп населения. Дальше это обеспечение социального развития общества и человека, социальные программы государства, управление и руководство общественными процессами, обеспечение цивилизованного диалога граждан и государства. Это социализация личности, то есть включение человека в жизнь общества, поддержание целостности общественной системы, стабильности и порядка. Таковы функции политики. Давайте посмотрим, какие категории мы можем выделить в таком предмете, как политология, то есть в предмете, изучающем политику. Но самыми основными и первыми категориями, которые мы изучаем, являются объект и предмет политологии. Далее, следующая категория, это категории, которые относятся к таким понятиям, как политическая власть, господство и порядок. Следующая категория связана с субъектами политики. Это лидер, политические элиты, этнические группы и классы. Далее, политическая система, компоненты, нормы, вход-выход, требования, артикуляция интересов, агрегирование интересов. Следующая категория, это категория революция, реформа, политическая модернизация, избирательная кампания, конфликты, ситуации, то есть понятия, относящиеся к такой объемной категории, как политический процесс. И категории, которые мы можем назвать и выделить в целом как категории политической культуры, политического сознания, политическая психология, политическая диалога и политическая пропаганда. Какие же методы использует политическая наука для изучения существующей политической реальности? В целом мы можем сказать, что это методы теоретические, эмпирические и прикладные. Так мы их и выделяем. Теоретические, эмпирические и прикладные. Рассмотрим. К теоретическим методам относятся такие методы, как системный, социокультурный, исторический, сравнительный, антропологический. Их назначение – выявление закономерности в развитии политического процесса, разработка категории и принципов и создание теоретических концепций. Следующий метод – это эмпирические. К ним мы можем отнести, например, такие методы, как социологические. Сюда входят интегрирование, опросы, мониторинг, анкетирование, анализ личных документов, в том числе переписки. К ним же относятся статистические и математические методы, то есть это использование таблиц, графиков и моделей, компьютерная обработка информации, психологические, то есть изучение мотивов и ожиданий, интересов и ценностей, ориентации, анализ индивидуального и группового поведения. Назначение эмпирических методов – сбор и обобщение конкретного фактического материала, разработка научных моделей регионального масштаба. Следующие – это прикладные методы. Сюда мы можем отнести индуктивные, наблюдение, контент-анализ, фактовый анализ и мониторинг, маркетинг, игровые методы, прогнозирование и моделирование. Назначение этих методов – выработка сценариев и моделей поведения, рекомендации, технологии осуществления политических акций. Таким образом, мы рассмотрели с вами первую тему по курсу политологии, мы рассмотрели и дали определение политики, выделили ее методы, функции, субъекты и объекты. Во второй лекции остановимся более подробно на субъектах политики, то есть кто может осуществлять политическую деятельность. Спасибо за внимание.